Следующая лекция называется «От обезьяны до Адама». Давайте с Адама начнем. У нас же русский язык великий, могучий и очень богатый. То есть, если переводить Адама как аббревиатуру на сегодняшний язык, то Адам – это администратор, административный помощник. А точнее, это то, что встроено в голову вместо разума. И оно адаптировано под определенные действия в матрице. Этому устройству, сделанному по облачной технологии, нужно было тело. То есть, некая форма, которая проявляла бы этого помощника здесь, в этой реальности. В него встраивались различные виртуальные программы, которые становились его личностью, считывались им таким образом. Благодаря этим программам он наделялся некими административными функциями, которые он выполнял в течение жизни. В результате наработки этих функций множились эти личины, эти программы личности. Это похоже на компьютерную игру, при заходе в которую ты выбираешь, кем ты будешь. Сначала эти программы предлагались не всем, а потом стали обязательным условием для заходящих на землю душ. Выдавались вместе с костюмом. В результате программа начинала считываться как главная и доминировать над душой, над тем световым, что заходило. Нельзя не отметить, что сам костюм, сама генетика тела использовала встроенные поведенческие модели животного мира. Поэтому только созидательный труд приводил и приводит к человеку, к обузданию этой генетической информации. То есть от обезьяны до адама, точно так же, как наоборот, от адама до обезьяны, в поведенческих реакциях очень мало шагов. Это находит подтверждение в истории, когда животное начало побеждало в людях. Например, в тех людях, которые становились серийными убийцами. Именно поэтому коллективный созидающий труд, взращивание света и духовных аспектов, является непреодолимым барьером для подавления человеческого, того, что идет от души. Сейчас есть еще одна проблема, состоящая в том, что души перестали излучать чистую энергию, и поэтому часто не узнают друг друга на уровне души, так как превалирует животный аспект. Поэтому в коллективах, где большинство сидит на животном начале, человек с открытой душой выглядит, как белая ворона, и его часто заклевывают. Такие коллективы существуют, пока есть белые вороны. Тогда в этих коллективах есть смысл. Поэтому в борьбе за свое существование они их постоянно заставляют испытывать жертву. То есть, людям с открытой душой нужно четко понимать, что они делают в подобных коллективах. Если это тренировка, приводящая к выработке духовного огня, то это имеет хоть какой-то смысл. Если же пытаться переформатировать данный коллектив, то, скорее всего, это закончится неудачей, так как он основан на другом. Белые вороны не сбиваются в стае, так как, во-первых, это не вороны, это души, способные к созиданию. Им чуждо животное проживание. В новом времени такие души могут соединяться друг с другом на базе творческих взаимодействий. Им не обязательно жить рядом, хотя в этом тоже может быть некий смысл. Однако у таких душ должно быть четкое понимание созидания и общности духа. Только тогда есть возможность не быть подверженным животному эгоизму и стать сопричастным тому, что лежит в задачах души. Пожалуйста, какие есть вопросы? Все ли понятно, что самое главное во всей этой теме, в этом внедренном Адаме, это поведенческие реакции, которые могут в разных ситуациях у людей проявляться по-разному? У ботов одно воплощение, или у них низковибрационные души, или что у них вместо души? Но у них вместо души, как правило, энергетический слепок какой-то. Что-то по поводу воплощения, не знаю, не готов ответить. Адам как-то соотносится с искусственным интеллектом? Да напрямую соотносится. Оно именно выглядит таким образом, что мы, погася эту программу, мы должны отделиться от своего вот этого личностного я, которое нам дается. Давайте опять тогда к физике вернемся. Еще раз, мы каким образом должны вот эту нашу замечательную живую физику воспринимать, метафизику вот этого абсолютного процесса? Каждый человек, это можно рассматриваться как индивидуальная частичка. Вот мельчайшая частичка. Но эта частичка, это не уникальная снежинка, которая пришла тут самовыразиться и всем что-то объяснить. Это часть единого узора. Единого узора. Именно поэтому воспримите, пожалуйста, вот со всей полнотой то, что мы пытаемся донести. Канал, канал един. Сопрячься с ним. Можно при определенных условиях. Когда у человека уходят страхи и уходят эго. Иначе он всегда будет находиться в некой разделенности. Как только он преодолевает себе вот эти вот моменты, то тогда он сразу может соприкасаться, начать с единым духом и с единым сознанием. Вот здесь какой посыл является главным. То есть если понял, что зашел в семью с ботом, то нет смысла чинить и сохранить ячейк общества. Лучше осознать, что тренируешь в этом коллективе и двигаться дальше. Слушай, ну... По большому счету всегда полезно осознавать, что ты делаешь в той или иной ячейке. Чего нарабатываем-то? Кто кому помощник, кто кому, так сказать, кто кому тренер, кто кому какие обстоятельства простраивает. И не делать из этого трагедии, а просто понимать, какой опыт должен быть наработан, а потом действительно, ну, если двигаться дальше, то надо себе какие-то, ну, другие, более высокие цели и задачи ставить. При сохранении этой конфигурации, без ее... с изменением этой конфигурации и так далее. На это есть другая наша замечательная книга «Влияние пространственных конфигураций на судьбы людей». Кто не прочитал, я очень рекомендовал бы прочитать. Не очень понимаю, может ли быть такое, что в человеке света много, но энергии жизненной мало? Или это как рационально прямое? Нет, такого не бывает. Если много света, то это напрямую коллерирует с энергией жизни. А если у него, так сказать, просто... У нас же очень многие люди, как воспринимают открытое сердце. Да, вот человек ходит, и он, значит, это самое излучает. Он излучает, но делает это настолько бестолково, что у него энергии на другие процессы не остается. Ну, потому что он бестолково это делает, излучает во все стороны. Не точечно прикладывает. Ведь у нас ведь... Мы почему работаем со вниманием? Что для нас очень важно по сравнению со всеми другими вещами, с работающим сердцем, с активными искрами, с разным сознанием. Для нас очень важна точка приложения. То есть, если мы понимаем, куда мы наш этот свет прикладываем, в какой процесс мы его вставляем, где вот это наше сотворчество, где наши товарищи, где наши соратники, то это хорошо. А если он бестолково ходит это и светит, как это он... фонариком в темном лесу, то в конце концов у него батарейка, фонарик не сядет, а темный лес от этого... так лесом не перестанет быть. При заходе сюда, как я поняла, выбор костюмов небольшой, довольно условный. А набор характеристик, вроде физических параметров, талантов и способностей, определяется только предыдущими наработками. Да. Значит, в коррективе на работе нужно маскировать свой свет, направлять его внутрь себя, а среди своих можно и высиять. Высияй, я очень порадуюсь. Насчет мастеровать не знаю, это от разных вещей зависит. А вот вы говорите, что нахождение в таких коллективах, пусть семья, это с целью нарабатывания опыта. А зачем душа берет смысл идти туда, нарабатывать опыт? И как я могу понять, что это опыт и для чего он мне? Ну, очень просто. Мы тогда должны вернуться к вопросу, что мешает свету течь. Когда каждый человек задает себе такой вопрос, он смотрит. Если, например, ему какая-то конфигурация мешает течь, то надо разобраться с этой конфигурацией, надо понять, что надо сделать такого, чтобы это не обуславливало. Если такая плотность, такое ограничение преодолевается, то это большой зачет. И как только это преодолевается, то это значит, что все, этот урок пройден, это, значит, усвоено, и можно двигаться дальше. Как двигаться и куда двигаться, в каком направлении, тоже каждый сам для себя решать будет. Можно еще пояснить фразу из книги, доминантный ген в теле является рецессивным геном в поле. Но дело все в том, что тело и поле – это разная плотность. Поэтому то, что у нас доминирует, то есть преобладает в плотности, оно в тонкости не будет никак решать ничего. То есть я бы предложил вот на это подумать, над тонким и над плотным. Потому что именно тонкое определяет плотное, а не наоборот. А здесь, если у нас плотное начнет определять тонкое, то тогда никакого поля не будет. Поэтому здесь вот есть такой переход. Так, боты умеют плакать. И они тоже часть единого целого. Или они часть внедрения и инструмента разъединения от единого. А не то, что нас тренирует, то, что должно укрепить наше сознание, укрепить наше единое. Здравствуйте. Да. Хотела бы вопрос такой задать. Работаю с детьми и очень часто вижу, как у ребенка, допустим, ну, например, много-много света, и он может, хочет как-то выражаться, а родители его этот свет всячески стараются как-то заглушить. Вот как можно помочь такому ребенку? Никак. Здесь самое главное не ставить ребенка в противостоянии с родителями. Почему? Потому что, мы же, смотрите, мы когда детей принимаем к себе заниматься, мы же обязательно просим, чтобы родители к этому спокойно, лояльно относились. Почему? Потому что у нас нет задачи в семьях вносить какие-то раздоры, противостояния и так далее. И надо понимать, что еще раз, душа ребенка зашла именно в такую конфигурацию, именно к таким родителям, которые должны его тренировать. Ребенку можно объяснить какие-то вещи и, возможно, дать ему какие-то наметки на будущее с точки зрения того, как ему обрести свою целостность, как ему держать себя, как собирать себя, как находиться в нейтральности, но ни в коем случае не ввергать его в противостоянии с родителями. Не вариант, но хотелось бы какие-то, не знаю, фразы ребенка. Сейчас говорю, ну подумай, чему тебя это тренирует, тебя родители наказывают, что в тебе это может разбить. Ну, какие-то такие вещи, что можно было бы еще дать. Ну, это же есть как раз наша школа. То есть вот мы сидим и ломаем голову, как же этому несчастному ребенку донести, чтобы он как-то более-менее нормально воспринимал это. И по ходу вот этого осмысления у нас возникают какие-то примеры, какие-то приемы наши. Ну, тут уж каждый сам решает. Потому что нет единых рекомендаций. Они могут быть какие-то общие, но это будет очень поверхностно. А так надо рассматривать конкретного ребенка, смотреть, на что он среагирует в большей степени, что его пока еще цепляет, что его задевает. Ну и в любом случае надо пытаться достутиваться до совести. Почему? Потому что это вот самое главное, то, что прописывается внутри и то, что не бьется потом. Если у него это на уровне сердца, то есть на уровне совести, вот это все сыграло, то потом на это можно будет когда-то опереться. А если это на других каких-то принципах, то, ну, это не очень устойчивый характер будет иметь. Спрашивают, будут ли заходить высокоразвитые души бионические, совершенные костюмы? Ну, про костюмы не знаю, но высокоразвитые начали заходить и будут заходить. Спрашивают, количество ботов будет уменьшаться или таких перспектив не предвидится? Вообще не предвидится. Они, наоборот, будут и дальше множиться? Да, скорее всего. Как-то можно воздействовать на этот процесс? Через создание сознательной среды, чтобы они в ней не смогли выживать? Да, через создание сознательной среды, чтобы кто-то не сможет выживать, кто-то будет переформатирован. И через воспитание, просвещение, образование, то есть других-то нет. Через разъяснение этой темы. Просто проблема состоит в том, что у нас даже, когда обсуждают такого рода вещи, но все равно все сводится у большинства тех, кто рассказывает на тему миграции. Фишка-то не в миграции. С мигрантами это как раз все понятно. Мне кажется, мы достаточно подробно это изложили в соответствующей лекции. Непонятно, что с этими делать, которые выглядят вроде так же, а по сути своей являются всякую ерунду. В данное время существуют бессмертные оболочки у каких-то представителей или матрицы это не предусматривают? Ну, я бы так сказал, не знаю насчет бессмертных, так сказать, совсем оболочек, но долгоживущие оболочки, да, у некоторых предусмотрены. Но они, как правило, не в социуме, потому что в социуме это достаточно уязвимо будет. Почему абсолют позволяет быть таким негативным в человеческом понимании экспериментом на Земле? Потому что человеческое понимание далеко от понимания абсолюта. Если бы более всеобъеблющим было понимание, то другие бы были реакции. Получается, не все мигранты-боты, далеко не все. Кстати, среди мигрантов есть вполне себе, так сказать, приличные люди, скажем так. Так, все разобрались с Адамом, да? Еще раз, на поведение смотрите. Помните, как вот классиков-то, по делам их, узнаете их. Понимаете, что вот эта теория Дарвина, может, она была сначала ошибкой, или внедрение неважно, но ее задача главная, чтобы донизить нас. Да, 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 именно так. Я предлагаю пересмотреть наш ролик про теорию Дары, но мы же там рассказывали в самом первом ролике, который еще там год назад даже больше вышел, как они подбирали факты из разных пространств, из разных эпох, как они подтягивали все это дело для того, чтобы склеить что-то. Это же, кстати, хоть они это отрицают, это же лежит в основе ДНК-генеалогии. То есть, вот теория Клесова, это вот все по вот этому поводу. Только это вид сбоку, условно говоря. Мы, лекцию нашу, посмотрите, как способ уничтожения славян ДНК-генеалогии. Мы там достаточно подробно объясняли, как, что, откуда выходит. Пишет, такая картина складывается, что жили, мы были, а тут нам стали забрасывать разного, чтобы потренировать нас через генетические изменения, вброс лжи информации, и чтобы все это разбивалось о кристалл света, который мы сейчас нарабатываем с вами. Ну, в общем, да, у кого есть память генетическая, если мы с вами к нашей истории откатимся, то, ну, если вот хронологию рассматривать, последует, наиболее жесткий период, это было, наверное, начиная с 14 века, когда начали заходить разные Е, и вот это был просто трэш и угар. Вот кто помнит, у кого по парадам такая штука есть, прямо, прямо разная. Добрый день. Хотела такой вопрос узнать по поводу продолжительности жизни. Что это связано, что способствует долголетию? Задачи, которые решаются по жизни, да. Задачи, которые решаются по жизни, и под них соответствующий потенциал, который выдан. И это не имеет отношения, ну, не имеет прямого отношения к физическому здоровью, к состоянию органов и систем. Спрашивают, как шаманские прахсти, которые сейчас популярны, куда выводят? Ну, под землю выводят. к шаманам, как раз в эти, в нижний астрал. Поэтому и популяризация от этого идет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok